В эфире Народное славянское радио Всем здравия! В эфире новости славянского мира 20 декабря в 8 часов 15 минут ушел к роду Сергей Александрович Данилов Для многих людей Сергей был наставником, другом и соратником В редакцию радио пришло следующее обращение от нашего слушателя Тимофеева Антона Доброго здравия! Весть об уходе Сергея Данилова к предкам, мягко говоря, окатила Знал, что у него трудности со здравием, но не ожидал такого Хоть и не был с ним лично знаком, но смотрел его встречи И могу сказать, он близок был мне, думаю, и не только мне Скажу честно, даже ближе некоторых родственников Лето назад мы потеряли Светлану Васильевну В это Петра Григорьевича и Сергея Александровича Пора задуматься Кто бы что ни говорил, но мое наблюдение привело меня к мысли По крайней мере в отношении Сергея Ситуация, как у Николая Викторовича Левашова Под копирку Многие избегают речей в эту сторону Но факт Узревших истину и несущих ее в народ уходят Не ведаю, где и как он переродится Желаю ему мира, света, добра и при чистой сварге Может он уговорить хоть как-то подсобить нам в борьбе с паразитами их Еще хочу добавить У меня наболело Если у вас, други мои, есть возможность пообщаться с следующими людьми Воплощайте ее Я много упустил, чего вам не желаю Помогайте друг другу Взаимопольза и взаимопомощь Это наша основа Вещайте друг другу Всем крепкого здравия Добра и света Продолжим выпуск Сегодня в новостях Что было, что есть и что будет интересного Находки и артефакты земель славянских Праздники и славянские гуляния Начнем с того, что можно посмотреть да изведать В Москве 29 декабря в 18.00 в Парке Победы состоится торжественное открытие Уже полюбившегося горожанам фестиваля «Ледовая Москва» В этом году посетителям предлагают совершить уникальное путешествие по России Не покидая пределов родного города На Поклонной горе возведут ледяные копии Московского Кремля Исаакиевского собора, кижей и других шедевров архитектуры Высота почти всех скульптур в пределах 6 метров Настоящим гигантом среди них будет 10-метровая Пашская башня Кремля Все вместе объекты представят волшебную страну Открыть которую в последний четверг уходящего года Приедет настоящий Дед Мороз из Великого Устюга В центре площади разместят 6 ледяных горок Протяженность самой большой горки, посвященной Олимпийской столице позапрошлого года Городу Сочи составляет до 100 метров Полную программу фестиваля читайте на сайте «Ледовой Москвы» Время работы 29 декабря с 18.00 до 22.00 С 30 декабря по 8 января 2017 года с 11.30 до 22.00 Адрес Поклонной горы Улица Братьев Фонченко, 7 Ближайшее метро, Парк Победы В Москве пройдет выставка «Музей Пушкин кино» В уютном садовом павильоне Государственного музея Александра Пушкина Демонстрируются документальные киноленты Рассказывающие об истории культурного учреждения Его коллекциях, сотрудниках, а также реставрации усадебного комплекса Особое место на выставке отводится экранизациям произведений Пушкина И в частности, фильму-сказки Руслан и Людмила Которые особенно волшебно пересматривать под Новый год Время работы выставки С 21.00 по 30 декабря Вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье С 10.00 до 18.00 Четверг с 12.00 до 21.00 Адрес Государственного музея Александра Сергеевича Пушкина Улица Причистенко, дом 12-2, строение 1 Ближайшее метро Кропоткинская В издательстве «Белые альвы» вышла в свет новая книга сказок об охраняемых видах животных Сибири и Дальнего Востока для чтения взрослыми вместе с детьми Это прекрасный подарок Большой формат, цветные иллюстрации известного сибирского художника Павлушина Книга сопровождена энциклопедическими сведениями и очень познавательно Продолжим артефактами земель славянских В Череповце 23 декабря в 16.00 в Музее археологии состоится открытие традиционной выставки «Находки сезона-2016» Череповецкие археологи представят итоги работы экспедиций в Кирилловском, Бабаевском и Белозерском районах Среди наиболее интересных обнаруженных артефактов Кремниевые орудия охоты и рыболовства Костяные наконечники стрел возрастом 9 тысяч лет И другие находки Раскопки поселения Волохта в Бабаевском районе И могильника Усть-Сойда в Белозерском районе Проводила экспедиция под руководством заведующего музеем археологии Александра Кудышева Поселения в этих местах издревле притягивали к себе людей Возможностью обеспечить пропитание за счет охоты и рыбалки Не случайно здесь найдена специализированная охотничная финно-угорская стрела с резень Находки на Волохте относятся к разным периодам времени От эпохи неолита до 14 века В основном это бытовые вещи, ножи, обломки посуды Однако удача помогла археологам найти замечательные украшения Шумящую подвеску, бронзовые наладки и перстни Выставка находок завершившегося археологического сезона Будет открыта для посетителей до апреля 2017 года Адрес музея Город Череповец, улица Красная, дом 1Б Археологи Ленобласти Петербурга разработали масштабный проект По восстановлению облика Старой Ладоги Староладожская экспедиция ИМК РАН и Институт географии РАН На конференции Ладога и проблемы древней и средневековой истории Северной Евразии Староладожском историко-архитектурном и археологическом музее-заповеднике Представили масштабный проект Благодаря которому возможно появится новый центр Который объединит разрозненные фонды и экспозиции Старой Ладоги Как считает директор ИМК РАН Владимир Лапшин За весь период работы экспедиции сделано около 40 тысяч находок Однако современные возможности Староладожского музея-заповедника Позволяют демонстрировать лишь чуть более 1% из них В Старой Ладоге нужен новый центр Который объединит выставочный зал и фонды Там же археологи нашей экспедиции могли бы производить реставрацию И первичную обработку находок Следует отметить, что Старая Ладога Село в Волховском муниципальном районе Ленинградской области Является одним из старейших населенных пунктов России Открытых археологами Ученые называют примерной датой основания Старой Ладоги 753 год Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях В Москве молодежный культурный центр «Здоровая Русь» Приглашает на самую масштабную новогоднюю русскую вечерку Где запланирована большая праздничная программа Выступление казачьего ансамбля «Вольная Русь» Много танцев, игры, забав, мастер-классы, ярмарка Детей будут встречать Дед Мороз и Снегурочка Вечерка состоится 30 декабря с 18.00 до 23.00 ЦКИ Меридиан Адрес метро Калужская, улица Профсоюзная, дом 61 Подробности читайте на сайте мероприятия В Одессе Клуб народных традиций Лукоморья Приглашает на мастер-классы по изучению хороводов, игр и танцев народов мира Мастер-классы пройдут с 31 декабря по 2 января 2017 года Адрес мероприятия – Школа Ступени, улица Ильфа и Петрова, дом 31А Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте Заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю 25 декабря 2016 года в 20 часов по Москве на Народном славянском радио запланирован живой эфир на тему «Путь к истокам. Книга третья. За гранью восприятия». Автор соведущий – Хиневич Александр Юрьевич 27 декабря. Во вторник. Планирование будущего. Автор соведущий – Саль Сергей Альбертович 28 декабря. Среда. Должна ли литература воспитывать читателя? Авторы соведущие – Токунов Александр Владимирович и Захаров Николай Михайлович 29 декабря. Четверг. Перспектива русско-германских отношений. Автор соведущий – Сейвальд Вячеслав Васильевич. Начало эфиров в 20 часов. Время московское. Каждую пятницу в 12 часов по московскому времени в эфир выходит стол заказов и повторяется в 3 часа в субботу. По дальневосточному времени в 21.00 в пятницу и по вторым в 5 и в 12 часов в субботу. Вы можете поделиться хорошим настроением, передав теплые слова и красивую песню добрым людям. Напоминаем, если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Желаем всем добра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова